сегодня мы с вами будем изучать search bar в материал 3 посмотрим как он работает если вы еще не знаете что это такое я думаю все уже должны знать но если вы еще не знаете я вам сейчас немножко объясню и так search bar это просто поле для ввода текста для того чтобы мы могли делать поиск для этого этот search bar оптимизирован мы могли бы сами это сделать с помощью text field но зачем изобретать велосипед если у нас уже есть готовый композ был search bar с помощью которого мы можем все это сделать я вам сегодня покажу его работу и так сам search bar не занимается поиском то есть возможно кто-то подумать что search bar в нем уже прописана логика для того чтобы фильтровать какие-то элементы нет в этом все же паре этого нету всю логику мы сами должны прописывать то есть создавать функции для фильтрации и так далее search bar нам просто выдает текст который мы в нем пишем вот и все и на основе этого текста мы уже делаем запрос допустим на сервер либо локальную базу данных либо какой-нибудь список фильтруем в общем все что вам угодно весь код урока найдете у меня на веб-странице если вы хотите поддержать канал также найдете на моем странице кнопку для доната ссылка на мою страницу находится в описании к этому видео как всегда итак давайте сразу создадим новый проект и на деле уже на практике я вам покажу как все это работает создаем новый проект выбираем шаблон для джитпак композ на данный момент у меня самая свежая версия android studio это жираф и в нем уже как вы знаете как и во фламинго шаблоны для джитпак композ уже идут с материал 3 поэтому выбираем empty activity для джитпак композ next даем название проекту и создаем проект и так проект создан давайте удалим все ненужное surface этот удаляем он нам не пригодится здесь тоже все это удаляем смотрите если у вас версия такая же как у меня если мы зайдем сейчас gradle scripts build gradle model и посмотрим какая версия материал 3 у нас вот такая если вы смотрите мои уроки в будущем то возможно у вас уже версия более свежая и у вас проблем не будет но если у вас такая же версия как у меня смотрите android x material 3 материал 3 то вы заметите одну неприятную вещь когда вы пишете search bar то его нету для того чтобы это исправить нам нужно повысить версию поэтому идем как я уже сказал если вы смотрите мои уроки в будущем у вас уже возможно самая свежая версия по умолчанию когда вы создаете проект и там уже будет search bar в данном случае мне нужно добавить это будет 1.1 ведь я просто добавил сюда после материал 3 двоеточие 1.1.1 это самая свежая версия на данный момент синхронизируем проект и теперь у нас будет экспериментальная версия search bar в материал 3 в будущем она уже будет не экспериментально естественно и будет уже по умолчанию новая библиотека но в данном случае и еще нету и так все теперь себя пишу search bar то у меня будет search bar видите вот появляется уже потому что в этой новой библиотеке он уже есть итак смотрите он подчеркивается красным из-за чего из того что экспериментально видите здесь материал и 5 из экспериментал так что давайте выберем opt-in для того чтобы на нас не ругалась и вот смотрите по умолчанию нас есть несколько параметров которые нам нужны это керри анкерри чейнш ансетч актив анактив чейнш нам нужно понять зачем они нужны и как они работают и так киви если вы наведете курсор то на английском вам покажет что это такое то есть он нам показывает когда мы вводим текст он и будет отображаться благодаря вот этому киви для этого нам нужно будет создать естественно стоит чтобы сохранять текст который мы пишем давайте назовем его search текст это у нас будет remember открываем скрываем фигурные скобки импортируем remember alt enter и добавляем mutable state of там у нас есть mutable state of отлично и по умолчанию у нас там будет пустота все вот поэтому из search текста мы сюда это передаем берем search text . value я не использую by поэтому передаю через value вы можете сюда добавить by и тогда не нужно будет придавать value но мне так больше нравится кере мы придаем текст который мы пишем анкерри чейнш это когда мы что-то пишем у нас текст изменяется нам каждый раз выдает уже измененный текст это у нас будет просто текст к примеру все указываем стрелку и здесь что мы делаем здесь мы обновляем вот этот текст поэтому когда мы будем писать то у нас сразу будет появляться то что мы пишем равно текст и сохраняться еще я думаю это знаете это то же самое как в текст field только здесь название разные здесь называется анкерри чейнш и кей а в текст field это у нас называется текст просто и так все это мы сделали пока что у нас ничего с этим не будет здесь укажем фигурные скобки пока что мы пока что это не используем здесь укажем files я вам сейчас объясню зачем все это нужно in active change опять же фигурные скобки все если мы сейчас запустим а так кстати давайте настроим чтобы нас было покрасивее во всю ширину то будет модифа и это у нас будет модифа и фил макс уит и можно еще сделать в принципе паддинг я не знаю можно сделать к примеру в 10 паддинг 10 dp все вот так у нас выглядит пока что search bar сейчас мы будем изучать а зачем все это нужно но вы уже поняли керри и анкерри чейнш зачем нужны анкерри чейнш текст меняется и мы сразу передаем в керри чтобы мы видели что мы пишем так все запустилось вот он наш search видите изначально здесь никого текста нету сейчас мы увидим как это можно исправить когда я начинаю писать у нас уже текст пишется сохраняется если бы я не добавил вот это и вот это то мы ничего писать не смогли я думаю вы это уже знаете и так как же добавить текст по умолчанию когда здесь пусто когда мы еще ничего не написали очень просто здесь мы можем использовать placeholder все параметры которые мы можем передать все же бар мы можем посмотреть в самом search баре то есть наводим на него курсор удерживаем control и жмем левую кнопку мышки открываем и видим этот композа был так не то код смотрите вот он видите у нас есть керри анкерри чейнш ансерч и так далее вас пока что для начала будет интересовать вот эта часть то есть до модифаера все вот это вам нужно placeholder это и есть то место где мы будем показывать текст который появляется пока мы ничего не написали то есть когда пусто все же баре дальше шейпы я думаю вы уже понимаете это форма чтобы придать форму и colors это чтобы изменить цвета все же бара но я пока это делать не буду вы можете самостоятельно попробовать это сделать поэкспериментировать нас пока что интересует самое главное поиск итак возвращаемся на activity добавляем этот placeholder пишем placeholder вот он он видите открываем закрываем фигурные скобки placeholder это просто как бы контейнер где у нас будет появляться текст этот placeholder появляется только когда у нас пустота все же баре поэтому здесь мы можем написать какой то текст но я буду хардкодом писать не из ресурсов пусть будет написано search вы можете здесь на русском сайт поиск и так далее все вот теперь давайте посмотрим что появляется видите все теперь написано search как только я начинаю писать search исчезает удаляю возвращается search уже более-менее нормально все появилось теперь что еще нам нужно еще наш search может раскрываться у него есть свой контейнер давайте посмотрим вот смотрите в круглых скобках search мы настраиваем все параметры вы уже видели что за параметры мы здесь придем модифаер керри анкерий чейнш ансерч и так далее а вот здесь видите у нас находится колумн скоб вы уже знаете что это за контейнер колумн здесь у нас элементы которые мы добавляем будут идти по вертикали друг за другом не будут налагаться друг на друга вот этот контейнер открывается только когда мы сделаем актив true мы сделали его изначально фалс а на актив чейнш будет меняться когда мы допустим жмем на кнопку назад и так далее поэтому мы можем сделать следующее для того чтобы открывать и закрывать этот контейнер и в этом контейнере мы можем показывать допустим историю поиска вам ее где-то нужно сохранять в отдельном списке либо создавать и рейлист но тогда он будет очищаться когда закрывается приложение либо в базе данных сохранять и тогда пользователь когда пишет что-то в search у него открывается весь этот контейнер search и вы видите список с подсказками то есть с историей и он может сразу выбрать чтобы не писать все вот в принципе все для этого это и нужно давайте пока что для примера чтобы здесь список не создавать я вам просто покажу с помощью текста я впишу текст мы его не увидим а как только я открою этот контейнер то есть актив сделаю true то вы увидите это будет хэллоу к примеру отлично все чтобы актив сделать true нам нужно опять же создать состояние стоит назовем к примеру из актив и это у нас будет буллин по умолчанию будет фалс закрыто вот и все вот эта функция она актив чейнж сработает и выдаст нам true как только мы нажмем на наш search вот сюда я нажал он сразу откроется сейчас ничего не происходит потому что у меня всегда фалс поэтому в актив чейнж я изменяю эту переменную из актив точка валью и туда передаю то что мне выдает эта функция она актив чейнж вот и все и теперь это значение из актив будет меняться вот здесь вот в актив когда будет тру будет открываться когда будет фалс закрываться давайте посмотрим чтобы вы поняли как работает она актив чейнж то есть они работают в паре как бы здесь нам придет состояние что происходит поэтому его меняем true фалс а здесь когда мы это придаем true фалс открывает либо закрывает этот контейнер смотрите сейчас ничего нету нажал и все он открылся здесь написано hello здесь обычно нужно показывать лазикал он то есть список с историей чтобы пользователь когда начал что-то писать также фильтровал элементы в истории и чтобы ему не нужно было дописывать полностью слово мог выбрать из истории это слово и начнется поиск по этому элементу которым выбрал ну в данном случае вам просто показал слово hello отлично все и вот смотрите теперь пока что ничего не закрывается если нажму на кнопку назад еще раз назад и он сворачивается то есть когда я нажал назад сработал an active change и выдал фалс и тогда это закрылось мы сами можем выбирать фалс ну например мы рассмотрели уже керри вы уже поняли этот текст который появляется анкерри чейнж это когда меняется текст когда мы что-то пишем поэтому когда мы пишем он меняется и передается в керри поэтому мы видим то что мы пишем здесь все вот эти два элемента тоже идут в паре дальше вы видели что к placeholder это просто текст который показывает когда пустота и актив и она актив чей же я вам только что рассказал еще нас остался ансерч ансерч работает также как анкере чейнж только анкере чейнж запускается каждый раз когда есть изменения удалил букву добавил букву нам выдает то что уже находится в керри то есть то что уже находится в самом сердце что мы уже написали либо удалили символ добавили и так далее постоянно запускается поэтому если вы здесь будете делать фильтрацию допустим на сервере на удаленном будет большая нагрузка на сервер потому что представьте себе каждый пользователь пишет удаляет буквы то есть много запросов ансерч срабатывает и делает запрос когда мы жмем вот на эту кнопку видите увеличилка то есть поиск поэтому что мы можем сделать мы можем сделать поиск мы также получаем здесь текст который уже написанный мы его получим один раз при нажатии на вот эту кнопку серч и здесь же как только мы получили мы можем сразу начать фильтрацию то есть отфильтровать по этому слову которое написали серч и закрыть и мы нажали на кнопку серч и у нас закрывается фалс вот этот контейнер видите который сейчас открыт не нужно будет каждый раз вот так вот выходить а можно будет нажать поиск это все сразу закрывается и осуществляется поиск давайте посмотрим как это работает видите ван сетч я добавил так что теперь при нажатии на кнопку поиска мы пока что фильтрацию не делаем но у нас уже будет закрываться не только при нажатии кнопку назад но еще когда мы сами скрываем вот смотрите открылась жму поиск закрылась отлично я думаю вы уже поняли самое основное и так цвета ну цвета мы сейчас делать не будем я просто вам покажу как это делается то есть вы пишите colors так не color а colors равно и у нас здесь есть search defaults видите мы не напрямую цвет придаем colors а используем класс search bar defaults в нем есть функция colors так у нас есть эта функция пропишем colors видите и вот здесь у нас есть то что мы можем изменить если вы удерживаете control наведете на colors открываете и увидите у нас здесь есть контейнер color divider color и input field colors это как у нас текст фил коля зверьте то есть когда мы использовали текст филд если вы использовали вообще текст филла знаете что такое это текстовое поле где мы вводим текст раньше у нас как будут мы туда могли цвет напрямую передать а сейчас мы используем цвет в текст field через текст филд колярс текст филд колярс у нас есть разные цвета которые мы можем настроить это не один цвет здесь один цвет здесь один цвет. Это цвет контейнера. А здесь есть разные цвета, как в TextField. Вот, в принципе, все. Так что вы делаете таким вот образом и настраиваете. Контейнер Color. И вот здесь уже можете передать цвет. Пусть будет, к примеру, Black. Но это просто для примера, чтобы вы понимали, как работает. Так, не забываем запятую. Запускаем. Видите, он стал черный. Вот, в принципе, все. Мы могли бы здесь этот текст, текст-подсказку тоже сделать. Color. Color White. White. Отлично. И теперь у нас будет цвет-подсказка белый. Но проблема в том, что цвет текста, который мы пишем, нам нужно настраивать через Colors. Видите, здесь нормально, а здесь цвет странный, цвет курсора и так далее. Это все настраивается отсюда. Я контейнер выбрал цвет черный, запятая, и у нас теперь есть как я вам уже показывал. Так, у нас здесь не то. А, да, Colors. Видите? У нас есть InputFieldColors. И для этого мы используем, как в TextFieldColors, в Material 3. Поэтому пишем InputField. InputField — это и есть наш TextField, где мы набираем текст. Видите? Это обычный TextField. SearchBar основан на нем. Поэтому в InputField мы передаем TextField. Так, где у нас есть? TextFieldColors. Либо TextFieldDefault. Видите? Можем выбрать Default. У нас здесь есть Colors. Я про это уже рассказывал на одном из Short Video. Поэтому, если вам интересно, можете посмотреть. Все. И здесь я настраиваю все цвета, которые есть. Можем нажать Ctrl-P и увидим, что здесь есть. Либо выбираем Colors. Опять же, удерживаем Ctrl. Можем не открывать, но здесь неудобно смотреть. Лучше открыть. И так будет удобнее. И мы видим, какие цвета мы можем настроить. Видите? Здесь есть разные. Что мы можем передать? FocusTextColor. То есть, когда мы нажали уже на наш SearchView и начинаем писать Unfocused, DisabledTextColor, Error и так далее. В общем, все, что вам нужно, вы можете отсюда настроить. Это уже просто Color. Вы передаете. Выбираете, что вы хотите настроить. И выбираете цвет. Допустим, я хочу настроить цвет FocusTextColor. Выбираю здесь этот цвет. Равно. Это у меня будет Color. Тоже будет White, к примеру. Вот так. Все. Это у нас Focus. Все. Здесь Search. Начинаю писать. Здесь тоже белый. Видите? То есть, таким вот образом мы можем настраивать цвета. Все самое основное про SearchBar я вам уже показал. Советую вам поэкспериментировать, чтобы это у вас закрепилось про цвета, как это все работает. Можете логами потестировать и так далее. А теперь давайте перейдем ко второй части, к практике. Я вам покажу на деле. Создадим простенькие списки, допустим, для истории. Для того, чтобы у нас, когда открывается, вот здесь что-то показывать. Плюс основной список, чтобы мы могли его фильтровать. Чтобы вы посмотрели, как осуществляется фильтрация с помощью SearchBar. Если вам это неинтересно, то можете пропускать, если вы уже все поняли. А если хотите посмотреть, как это делается на практике, то оставайтесь до конца видео. Итак, теперь давайте добавим список. Я вам покажу, как это все фильтруется. Я сделаю самый простой вариант. То есть, я же вам объяснял, у вас вообще для истории должен быть свой список. Вы где-то его сохраняете. А для элементов, допустим, там список с пользователями, которых я хочу сделать поиск, там уже это другой список. Ну, допустим, он приходит с базы данных или еще откуда. Я сейчас использую один и тот же список. Я его буду показывать в истории и буду показывать, как основной список. Поэтому в истории, когда он появится, я смогу выбрать и уже отфильтровать в основном списке этот нужный элемент, который я выбрал. В реальности у вас будет, допустим, какие-то слова в истории, но сами элементы, там будут уже больше данных. Допустим, на картинке. Если это пользователь, у него будет фамилия, имя, отчество, номер телефона, там и так далее. У меня будет просто, ну, допустим, пусть будут имена. Давайте создадим где-нибудь в MinActivity, в самом низу. Создадим объект. И в нем у нас будет оригинальный список. И список, который мы будем фильтровать. Object. И назовем его, к примеру, Utils. Это у нас будет класс, в котором у нас будет Val. Это у нас будет OriginList. UsersList. Все. Это у нас будет ListOf. И там будет, допустим, не знаю, несколько слов. Пусть будут имена какие-нибудь. Все. Вот у меня есть такой вот список. И давайте создадим сразу здесь функцию для фильтрации. Потому что, когда я буду писать что-либо в SearchBarry, мне нужно будет фильтровать оригинальный список. То есть, у меня пришел список, допустим, с базы данных. Вот он. OriginUserList. И там все пользователи. Я хочу отфильтровать, чтобы получить какого-то конкретного пользователя, либо там по первым буквам. Значит, что у меня будет функция для фильтрации. Создаем ее. Это будет Fun. Зовем, к примеру, Search. Сюда мы будем продавать текст, который мы пишем. Я думаю, вы это уже поняли в нашем SearchBarry. Это будет String. И нам будет возвращать уже список с отфильтрованными элементами. Либо элементом, если у нас только один. Все. Это будет в данном случае String. Если у вас это какой-то Data Class, в котором есть много информации разной, значит, у вас будет здесь название вашего Data Class. Вы будете получать его. В моем случае я получаю просто объекты String, потому что у меня список состоит из объектов String. Все. Return. Отлично. И здесь каким образом мы фильтруем? У меня уже было short видео на канале. Если хотите, можете посмотреть у меня коротких видео. Там я показывал, как делается фильтрация в Kotlin с помощью функции Filter. Если вы не смотрели, сейчас вы это тоже увидите, но я сильно это объяснять не буду. Итак, мы берем просто оригинальный список. В моем случае, для примера. В вашем случае вы берете список, который вы хотите отфильтровать. Ну, допустим, там с базы данных вы его получили, или еще откуда-то. Без разницы. Смысл один и тот же всегда. И делаем фильтр. А в фильтре мы прописываем критерии, по которым мы фильтруем. То есть мы будем получать по очереди все элементы списка. Вот эти. Фильтр их будет прогонять. И мы их с чем-либо сравниваем. И те, которые совпадают с нашим текстом, будут добавляться в новый список. Поэтому после того, как пробежит весь этот список, нам выдаст уже новый список согласно нашему критерию, который мы указали, условию. Поэтому я проверяю, есть ли у меня слова, которые находятся внутри, вернее слова, совпадают по первым буквам с тем, что я здесь в тексте напишу в search bar. Значит, добавляем их в новый список, который нам вернет. И это мы делаем следующим образом. То есть я получаю it. Это и будут эти элементы по очереди. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И здесь я просто сравниваю. Start with. То есть начинается ли с текста то, что будет прописано в тексте. Если у меня в тексте там прописано, я не знаю, две буквы, an, к примеру, a и n. Вот здесь будет прописано в search bar, значит будет совпадение. Здесь не будет совпадения, в список не добавится. Здесь тоже, здесь тоже, здесь тоже, здесь тоже. То есть в список добавится только этот элемент. Напишу, к примеру, mash, либо просто ma. Добавится в список только вот этот элемент. Я думаю, это все понятно уже. Все, здесь я уже написал. Теперь что нам нужно? У меня будет основной список, где он у меня есть. Так, это у нас search bar. После search bar нужно это все поместить в column, потому что у нас пока что только search bar находится. Я хочу, чтобы у меня еще был... Так, это column. Чтобы у меня было lazy column еще. Поэтому я беру column, указываю, что у меня column будет во весь экран. Поэтому берем modifier fill max size. Fill max size, вот она. И все, и здесь у нас идет search bar. Вот здесь. И после search bar... Так, давайте сначала search bar доделаем. То есть вместо того, чтобы показывать текст hello, здесь мы будем показывать историю. Я буду показывать тот же самый список, отфильтрованный. Смысл будет тот же. Так, не то. Пишем просто lazy column. И здесь мы указываем, что у нас lazy column будет во всю ширину. А по высоте будет в зависимости от того, какой длины у нас список. Итак, контент нам здесь не нужен. Вот так сделаем. Нам нужно сохранять состояние основного элемента, то есть списка. Поэтому здесь у нас еще будет вот это state of. Это основной список, который мы и будем обновлять, когда поиск делаем. Поэтому это у нас будет main list. Мы один и тот же используем список и для основного контента, и для истории. Main list. Все. Это у нас будет список. Из чего? Из объектов стрима. Поэтому здесь мы можем передать из utils. Utils.origin users list. Все. Видите? В main list у нас что будет? Вот таким вот образом. Все. И main list теперь подключаем сюда в lazy column. Это у нас пока что история. Давайте посмотрим, как это работает в истории. Это у нас будет items. Все. Выбираем items array. Вот здесь. И значит мы передаем наш main list. Точка value. Ну и все. И здесь мы будем уже показывать сам список. Давайте добавим его в box, в контейнер, чтобы можно было это все настроить. Сам box modifier давайте добавим. Это у нас будет modifier. Здесь указываем modifier.fillmaxwidth. .fillmaxwidth. И еще можем добавить padding. Это будет padding. Пусть будет, к примеру, 10dp. В принципе все. Теперь мы можем сюда помещать текст. И будем показывать этот текст. Это у нас будет item называться. Item. Так, все. Все. Здесь у нас пойдет обычный текст. Значит сюда передаем этот item. Итак, отлично. А еще мы можем выбрать, чтобы у нас текст был по центру. Для этого мы в box просто выберем content alignment. Content alignment. Это у нас будет alignment center. В принципе все. Здесь все готово. Давайте посмотрим, что у нас уже происходит с историей. А, еще пока что нет. Мы увидим целый список, но мы еще не фильтруем. Мы не используем функцию search. Давайте ее уже будем использовать. Итак, я буду ее использовать пока что при нажатии на кнопку search. Поэтому, когда нажмем кнопку search, начнется поиск. Каким образом начнется поиск? Очень просто. Мы в main list value передаем то, что мы отфильтруем. Для этого мы берем utils. И у нас уже есть функция для фильтрации. Это search. Нам выдает уже новый список, отфильтрованный. Поэтому мы сюда передаем текст, который был написан во время, когда мы нажали на кнопку search. И все. И у нас обновится список в истории пока что. Давайте посмотрим на это. Кстати, давайте еще настроим опять же наш search. А то он какой-то черный. Я просто для примера его показал. Выглядит страшно. Так, давайте это сделаем. Где у меня есть? Так, colors. Убираем colors. Потому что мне это не нужно. Все. Оставляем вот так. И у нашего текста вот здесь тоже color white. Убираем. Пусть будет как было по умолчанию. А то вот так вот не очень. Я вам просто показывал для примера. Все. Появилось. Теперь все открывается. Видите, у нас появляется список. Андрей, Сергей и так далее. Если я начинаю писать. Здесь смотрите. Я не сделал. В lowercase не превратил. Это значит, что мне нужно будет в точности писать, как здесь написано. И теперь смотрите. Если я напишу, допустим, с маленькой буквы. Sir, к примеру. Первые три буквы. Жму поиск. И мне ничего не выдает. Почему? Потому что я неправильно написал. Нужно было указывать за большой буквы. Напишу с большой буквы. Выдает Сергей. Ну и сразу закрывается. И мы это уже не увидели. Откроем. Видите? Отфильтровано, Сергей. Чтобы мы могли фильтровать из большой буквы и с маленькой, без разницы, нам нужно просто указать, когда мы делаем сравнение, перед тем, как делать start with, превратить в lowercase. Поэтому не важно, что там будет написано. Lowercase. У нас будет все равно превращаться все, что есть в маленькие буквы, в прописные. И тот же текст, который мы прописываем, тоже в lowercase превращаем. Поэтому у нас всегда будет сравниваться одинаково. Все будет маленькими буквами для сравнения, я имею в виду. Ну и все. Запускаем. Теперь вы увидите, что я могу делать поиск, неважно, большими буквами, либо маленькими. Ну, допустим, сейчас напишу большими буквами. Серг. Жму поиск. Видите, уже находит. Так, нужно открыть. Все. Это у нас история. Теперь что нужно сделать? Ну, вообще, по идее, нам нужно, когда мы выбираем из истории, у нас должен быть еще основной список. Вот здесь, видите, на основном экране. Поэтому если я начал что-то писать, выбрал из истории, у нас это все закрывается. И в основном в списке выдает то, что я выбрал, то есть фильтрацию. Как это можно сделать? Очень просто. У нас теперь есть column, вот здесь. И внизу column, это уже у нас будет основной список. Это уже будет не история. Тоже у нас идет lazy column, основной список. Я буду показывать там то же самое, так что здесь я просто скопирую и все. Итак, здесь что у нас происходит? Здесь происходит все то же самое. Так, давайте еще раз запустим и посмотрим. Единственное, что я еще не добавил, обработчик нажатий на историю. Видите, вот у нас появляется Андрей, Сергей. Здесь у вас должен появиться основной список, где вы показываете пользователей, и здесь идет уже полная информация. Ну, допустим, там у них есть картинка, номер телефона и так далее. А вот здесь в истории идут просто слова поиска, которые использовал пользователь для поиска. Вот и все. Поэтому, видите, если бы я сейчас не хотел писать, а просто хотел выбрать из списка, мне нужно было бы нажать на какой-то элемент, и произошла бы фильтрация. Как это можно сделать? Просто-напросто в истории мы вешаем слушатель нажатий на весь бокс, к примеру, после паддинга, либо до паддинга. В данном случае это просто пример без разницы. Давайте до. То есть прописываем clickable. И все. Что здесь нам нужно? Как мы это все делаем? Очень просто. Мы тоже фильтруем. У нас есть этот item. Это есть слово для фильтрации. Поэтому при нажатии на clickable мы делаем то же самое, что мы делаем при нажатии на кнопку поиск. Mainlist.value. И придаем туда фильтрацию. По этому слову, на которое мы нажали. Utils.search. Search. То есть пусть нам найдет всех пользователей на основе слова, на которое я нажал в истории. Это у нас будет item. То есть здесь мы уже ищем не по буквам, а по целому слову, которое будет здесь записано. Видите, в истории. И все. И список опять же обновится. И покажет слово, либо слова, если есть несколько совпадений. Из списка. Запускаем. Все. Открываю историю. Смотрите, я сейчас ничего не пишу. Просто жму Юля, к примеру. Все. У меня в истории появляется Юля. И если я закрою, здесь тоже появляется Юля. Проблема заключается в том, что я не сделал при нажатии на историю закрытие вот этого окошка. То есть search bar. Поэтому нужно это сделать. Вот и все. Мы выбираем из актив value равно false. Иначе у нас будет фильтровать и там, и там. А нам не нужно. Нам нужно уже закрывать наш search bar и показывать уже результат отфильтрованный. Вот поэтому так и делаем. Ну, здесь вы уже настраиваете, как вам больше нравится. То, что вам нужно для вашего приложения. Смотрите. Открываю. Допустим, я еще не делал никакой поиск. Жму Юля. Все. Это закрывается. И здесь у нас уже отфильтровано. Единственное, что для примера я использовал один и тот же список. Поэтому если я сейчас опять возвращаюсь, мне показывает только уже один элемент. Теперь мне нужно было бы очистить это все. То есть передать пустоту. И тогда мне покажет снова все, что было. Видите? Могу выбрать теперь Андрея. А могу писать. К примеру, пишу Егор. Жмем поиск. И находит Егор. Отлично. А если мы хотим, чтобы у нас постоянно обновлялось, то мы можем это делать. То есть фильтрацию. Давайте ее вырежем отсюда. Прям в AnkeriChange. Тогда будет постоянно фильтровать. Каждую букву, которую пишу, будет делать поиск. Смотрите. Выбираем search. Ищу, к примеру, Семен. С. Видите? С буквы S есть Сергей и Семен. Семен. Добавляю еще одну букву. С, Е тоже есть у Сергея и у Семена. А дальше уже идет R. И это только есть у Сергея. Видите? А если я пишу М, то только у Семена. Семен. Вот и все. Чтобы дальше не дописывать, допустим, могу выбрать прямо отсюда из списка. Зачем это может понадобиться? Ну, допустим, представьте себе, что у вас есть Семен, а фамилии у них разные. Вы видите, что здесь появилось имя, фамилия, отчество. Один Семен, второй, третий, четвертый, пятый. И у них у всех разная фамилия, имя, фамилия, отчество. Поэтому пользователь только написал первые три буквы, а в списке уже появились все Семены. И он может уже сразу выбрать того, который ему нужен, если он его уже видит на экране. Нажал, все, и не нужно дописывать фамилию, имя и отчество. Вот так вот работает поиск. Надеюсь, что все было понятно. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Весь код урока найдете у меня на веб-странице, ссылка находится в описании к этому видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok